Победа, как бы, день рождения удался? Не совсем, как бы, да, результат есть, качество игры, особенно готовность к обороне беспокоит. Вы очень сильно обнимали вот Исаенко, когда заменили его. Можно сказать, что это сейчас новый лидер команды, в принципе? Я до этого уже говорил, что Исаенко – это один из тех футболистов, которые себя не жалеют и приносят огромную пользу коллективу. Он настоящий лидер, настоящий капитан. В принципе, «Металлург» – это новая команда сейчас считается. Насколько было тяжело с ней играть? Интересно. В целом, охарактеризуйте соперника. «Хорошая команда, обученная. Эта команда, мы знаем, еще Михаил Анинков говорил, что на финале, когда они были два года назад, год назад, играли, то есть, в принципе, все эти ребята сохранились, плюс добавили игроки, усилили, которые были в других клубах. И организованная команда хорошо играет с мячом. В основном, играют за счет одного игрока, который быстро бежит. И нашли слабую зону у нас. В основном, через эту зону у нас возникали проблемы». В принципе, мы начали очень сильно давить после того, как пропустили. Подействовал пропущенный гол на это событие? «Наверное, чуть-чуть встрепенул игроков, потому что не все вышли достаточно мотивированными и заряженными на игру. Плюс качество поля, немножко мяч дробил, и медленно разыгрывали мяч, и это приводило к тому, что возникали контратаки на наши ворота. Но хорошо, что команда сумела перестроиться, включиться в игру. Забили два мяча, третий забили. И радует то, что смогли пересилить себя и найти в себе силы делать то, что они умеют». «Насчет поля показалось, что оно было очень высоким, газон. Насколько тяжело играть команде в таких условиях?» «Ничего сложного нет. Надо просто быстрее, сильнее немного отдавать передачу и принимать решение до принятия мяча». «В психологическом плане было важно отыграться и выйти вперед еще до перерыва? Вот как бы гол в раздевалку, потом показалось уже пошло легче?» «В психологическом плане мы не делим игры на какие-то отрезки времени. То есть у нас есть модель игры, которой мы должны придерживаться на протяжении двух таймов. И мы не та команда, которая при забитом мяче будет отходить назад и пытаться сзади сохранить счет. Поэтому все получилось так, как случилось. И те моменты, которые мы создавали в первом тайме, их нужно реализовывать и более спокойно и уверенно контролировать игру». «Много ваших игроков было вызвано в сборную. Сейчас снова нужно их как-то приводить под общий знаменатель их состояние?» «Ну да, вот это как бы больше всего и выбивают нас из колеи. То есть мы не можем состав, тот, который играет, все время тренироваться, держать в тонусе всех игроков. Нужно сбалансировать. Те в сборную, те в Ю-19. Поездка в Китай тоже выбила очень сильно. У нас появились травмированные игроки, потому что большая нагрузка там была. И это большая проблема самая, которая мешает играть и одним составом сбалансированным». «Игорь Владимирович, последний вопрос. Мы еще не спрашивали вас о нашем потенциальном сопернике в Еврокубках в септемвре. Что-то можете сейчас сказать об этом сопернике?» «Могу сказать только одно. Команда, которая выиграла чемпионат в Болгарии. И сейчас они идут на первом месте. Четыре тура они сыграли и лидируют. И уверенно обыграли они и ЦСКА, и Левский по 4-0. Я думаю, что команда, которая идет на первом месте, я смотрел уже. Хорошая команда, организованная, с хорошим подбором футболистов. Ну, интересно будет играть». «Игорь Владимирович, последний вопрос.